Всем привет! Сегодня 18 мая. Делаем тормоза. На этом колесе я сделал. Там колодки хорошие были. Что-то пружинка слетела. Я утро забрал. Бирал узкие эти накладки. Все поменяли, сделали. Здесь очень удивительно. Направляющие уже приварены. До меня были сделаны, чтобы колодки не выворачивались, а ровно стачивались. Новые ролики тоже перебил. Методом тыка научился. Методом пробу ошибок. Правда, минут 20 потратил. Не знал, как он думал, просто убивается. Нифига, оказывается, насквозь убивается. И потом вот два стопорных типа колечка сделаны. Еще позавчера я вон кран уровня пола выкинул. На энергичах были такие фитинги. Тоже все это убираем. Хочу все фитинги уничтожить. Так сказать, чтобы весь прицеп был вообще без фитингов. Ну вот кран. Кран такой, короче, купил. Около 5000, что-то я уж не помню. Наконечники новые купил. Ну, потом покажу вон. А, в принципе чего. Сейчас покажу. А, 300 рублей. Нифига какие-то. Вапорские, по-моему. А, ну вот он кран. Можно сказать, вот такие наконечники купил. Посмотрим, конечно, что, как покажешь. Вот как-то так. Сейчас будем колесо ставить. Телефон, конечно, неудобно держать. Но сейчас этот... Колесо отдельно не стал снимать. Решил, что с колесом ступицу проще будет. Ну, вроде так все делает. Подшипники посмотрел, помазано. Сейчас, в общем, будем ставить. Поначалу, кстати, не знал, что гайка остается. Крутил, 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 крутил. Минут 20. Думаю, да что-то не так, что ли. Она, кажется, здесь остается на ступице. Конечно, хорошо то, что не потеряется, но... Когда не знаешь, все это делаешь очень долго. Ну, кстати, вот год назад покупал два колеса. По 23 500. Помню. 47 тысяч отдал за два колеса. 47 100, по-моему, даже вот так. Значит, 23 550. Пятитонные колеса. Усильные. Так, так. Ну, в принципе, значит, видно-не видно будет. Вон там я разобрал. Здесь кран вроде пол был. Так, сейчас прорезу. Вот она. Ну, вот здесь тоже наргача скрутил. Из того наргача фитинги были. Сейчас буду все это убирать. Потом покажу, что получилось. Вот они. Такие же купил. Хорошие. А что-то вот на этих гайках мне вообще не нравится. Если что-нибудь не так делаешь, брон слетает, то шипят, да еще что. Вон тоже фитинг. Так, я его сейчас как раз обрежу и буду подсоединять. Тоже брусок подложил, чтобы колесо потом поставить можно было, чтобы прицеп не упал совсем. Потому что этот воздуха сейчас нет здесь. Решил за все взяться сразу. Конечно, никому так не советую. Не обращайте внимания на грязь. Чтобы показать, купил я вот такие фитинги. По 250 рублей штук. 1750 будет. Танометр вот такой купил. Скажу. Давление масла. Хочу поставить. Такой шланг там. Манометр, по-моему, 850 рублей. Шланг, по-моему, 700 что-то. Да, фонарь. Все, разом. Всегда беремся. Все сразу. Сейчас, пока на данный момент, врать не буду. Наверное, рублей 10 ушло на пневматику. Трубки. Трубки. Трубки купил. Но они халява, в принципе, стоят там 40-50 рублей за метр. Разный покупал. Собственно, из-за чего я все это затеял. В принципе, воздух держал у меня. Ну, вот, были вот такие фитинги. Вот такие фитинги. Вот они. Здесь были скрыты. Под этим. Я решил сделать весь прицеп без фитингов. Кран уровня пола по ценам 4,5 тысячи. Вот такие фитинги-наконечники сверху. Эти, по-моему, по 350 рублей. Так, вот это, по-моему, 300 рублей. Эти, по-моему, по 500. По-моему, по 500 рублей. Ну, вот, мне сказали, мужики, говорится, транспортники и остальные наказывают за фитинги. Вот такие еще. За фитинги, на энергочи, на этот. Я вот решил, везде, где были, все это убираю. Сейчас все это, вот это тоже. Фитинг уберу. Сейчас по одной трубке буду натягивать и ставить, собственно. Чтобы не перепутать, куда. Потому что я уже бывал, когда вот эти краны менял. Они, краны, вообще новые. Несколько месяцев. Я, когда их менял, по ошибке. Думал, с ними что-то не так. Они шипят. Оказалось, дело в энергочи. Вот этот энергочи поменял. Тоже. Так, сейчас. Вот этот энергочи поменял я. Походу, теперь зашипел вот этот. Потому что, периодически, вон тот кран тормозной. Тоже шипит. Ну, собственно, сейчас все будет переделать. Потом покажу. Сколько трубок. Сколько чего, как получилось. Все стяжечками стянем. Будет по феншую. Как-то так. А, ну, кстати, еще. Сейчас покажу. Еще одну подушку надо поменять. Потихоньку, потихоньку шипит. Сейчас видно, не видно. Сейчас, как она строится. Здесь вот микротрещины. Вот через них шипит. Кстати, что единственное, мосты у меня усилены. Это вот сам делал человек, просто хозяин. Подкладывали и металл восьмерку, что ли, по-моему. Мне сказали, это так делают, усиляют мосты. Потому что они могут ломаться. Мосты, по-моему, 9-тонные. Но, вроде, если не ошибаюсь, мне кто-то там сказал, что они могут ломаться. Но, когда вот так усиляет, уже, как бы, типа, 12 тонны становятся. Вот. Ну, не знаю, я перегрузы не вожу. А, вот здесь, тут же тормоза. Доделал я, поставил, помазал. Ролики тоже новые поставил. И здесь-то пыльник. Пыльник в кузове лежит. Надо этот пыльник подрезать, потому что, слишком сильно сдвинуться туда, и пыльник намешать надо будет. На пыльнике, грубо говоря. Вот так вот подрезать. Вот так вот, чуть-чуть по сантиметру подрезать. И поставлю. Ну, ничего, это все уже позже. Сейчас себя покажу. Вот так вот, собственно, обычно приходится лежать под машиной. Чинить. На станции старались ничего не делать, потому что один хрен за ними все переделывать. Да и денег неохота лишних отдавать. Ну и сам буду знать, что так устроено. Позже все покажу. Так, идемте посмотрим, что получилось-то. Так, мы еще раз повторюсь. Трубки я все поснимал. Где фитинги были. Всякие соединения. Так. Так. Так вот у нас все получилось. Так вот трубочки. Все уложено. Так, сейчас. Все на хомутиках. Так. Новый кран. Новые трубки. Ну, конечно я не профессионал, но поставлю. все здесь вроде протянул стену где чё так было подлазил резиночки чтобы ничего не терлась теперь вот этот вот кран его меня он новый был не особо дорогой но в прошлый раз я два крана поменял тот про справа и вот этот по ошибке такая вот так шипела ныргач я уже повторился теперь не знаю походу вот это отменять потому что вот от него так вот вот как раз сына рогача идет на него надо попробовать заглушить в основу трубку чё жалко перегибать но попробовать малиночку вставить если перестанет значит и ныргач и значит замена как-то так принципе зато сейчас подушки полдня держала уже может быть будет опять сутки двое держать потом еще одну подушку я в идеале поменял потому что на еле или там пузырится на следующий раз прицепа не видно будет они фанера у меня вылезла вот опять я как-то на большие саморезы посадить на тени сломались как-то так ну собственно еще потом правая сторона у меня закреплена некоторые уже он по отваливались болтики скрутились левую сторону закрепить тоже наверно может самореза прикручу шуруповерт есть чтобы не мешало собака я сейчас не хочу открывать только задняя погрузка задняя выгрузка но может быть еще вверх сделаю вверх у меня хорошо открывается вместе с тентом тяжеловато надо сверху эту полосу отрезать наверно закрепить тент и будет все-таки пути помыть бы еще в идеале машину ничего сделаем сделаем а еще не доходит руки проводку тут сзади тоже починил на прицепе друг помогал мне несу здесь сделали пока на соплях надо вот это один фонарь подключить и все это потом убрать взял волю временно нет ничего более временного а ничего так что там говорится то нет ничего более постоянного чем временное вот так фонарь кстати куплю дорога улетел поставить саморезы подобрать поставить пишите ребят советы то что думает буду рад всем